Привет, Амигас! Вы на канале Идеальный Маршрут. Мы продолжаем детально исследовать Турцию, выявлять интереснейшие места этой страны и формировать бюджет поездки. На днях, под одним из моих видео, я увидел интересный комментарий подписчика сообщества Василия Ёлкина. Он просит разобрать античный город Афродисиас. Я посмотрел информацию об этом месте и понял, что это то, что нужно для нашего идеального маршрута. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте на ваш взгляд интересные пункты путешествия. Ведь вместе с вами мы образуем сообщество, идеальный маршрут. Итак, Афродисиас. Итак, выдвигаемся. Изначально город получил название Афродисиад в честь греческой богини любви Афродит, которая имела здесь свое уникальное культовое изображение. Афродисиада была столицей региона, входящая в римскую провинцию Кария. Здесь добывался белый и синий-серый карийский мрамор, который использовался для строительства фасадов в здании и скульптур. Мраморные скульптуры из Афродисиад были известны во всем римском мире. В городе находились школы скульптуры, а также философии. Он оставался центром язычества до конца V века. Когда в начале VII века город был разрушен землетрясением, он после этого не восстановил своего прежнего значения, превратившись в небольшое укрепленное поселение. Византийский город был разграблен мятежником Феодором Мангофасом в 1188 году, а затем турками Сельджуками в 1197 году. В конце XIII века Афродисиада окончательно перешла под контроль турок. В настоящее время древний город известен под латинизированным звучным названием Афродисиас. Находится в Турецкой республике недалеко от селения Герии, примерно в 230 километрах к юго-востоку от Измира. В отличие от популярных близлежащих комплексов Эфеса и Иерополиса, в Афродисиасе спокойно и не так много туристов. Стоит заметить, что по красоте Афродисиас ничем не уступает своим известным городам-побратимам. А при восходе и закате солнца античные постройки комплекса играют удивительными цветами, и можно поймать внутри себя ощущение, что ты один на один с искусным и прекрасным прошлым. Итак, Амигос, давайте займемся подсчетом трат. У нас в девятые сутки античный город Афродисиас. Он находится в городе Герия, или даже скорее в поселке. Авиаперелет у нас отсутствует. Аренда автомобиля в случае выбора нами варианта с арендой автомобиля, а не перемещения на междугороднем автобусе по Турции. Так вот, аренда автомобиля у нас не потребуется. Мы арендовали на четвертые сутки его. Бензин. Значит, давайте посчитаем, сколько нам обойдется бензин. Мы добираемся от Памуккале, или даже из города Денизли, который находится рядом с Памуккале, до античного города Афродисиас. Афродисиас у нас получается в районе 100 километров. Сейчас смотрим, сколько стоимость бензина. Он подорожал, конечно, в связи с последними событиями. 1 евро 244 в Турции. Но, кстати, в Турции он не сильно подорожал. Вбиваем здесь в таблицу средний расход топлива 9 литров на 100 километров. Ставим здесь пройденное расстояние 100 километров туда и 100 километров обратно. 200 километров. Потому что мы после посещения античного города обратно в Денизли едем. Стоимость топлива ставим 1 евро 244. Тут не рубли, тут евро. Итого у нас получается в районе 23 евро. Это стоимость топлива. Ставим в нашу таблицу. 22. Да, тут заметно, что подорожало. Случаи междугороднего автобуса. С помощью открытых источников в интернете можно выяснить, что из Памуккале добраться до Афродисиаса можно только с пересадками на долгуше. Сначала нужно доехать от Денизли до Низили. От Низили нужно доехать до Караджасу. А от Караджасу уже доехать до нашего поселка, до деревни Гире. В принципе, вот тут написано, что добраться, в общем-то, несложно. Единственное, нужно рассчитать, заложить какое-то время в пути. Я думаю, часа 2,5 нужно заложить точно в одну сторону. Итак, давайте внесем наше перемещение на автобусе. 7,5 плюс 7,5 это 15, плюс 3 это 18. Ну, давайте возьмем 25, с учетом инфляции, которая в Турции тоже немаленькая. 25 в одну сторону, 25 в другую. Соответственно, посчитаем 50 лир. 50, это у нас 3 евро. Вносим в нашу таблицу 3 евро, туда-обратно. Пользуясь случаем, скажу, что два варианта, которые мы рассматриваем на автомобиле, с арендой автомобиля и перемещением на междугороднем автобусе. Вот здесь больше всего в данном месте проявляется удобство автомобиля. То есть, как мы поняли, нужно, чтобы попасть в какое-то место определенное, в данном случае Афродисиас, нужно сделать 3 пересадки. Это, соответственно, добраться до Денизли из Памуккале на Далмуше, потом добраться от Денизли до Назили, из Назили добраться до Караджасу, из Караджасу добраться до, соответственно, уже Афродисиаса. В случае же автомобиля мы просто едем либо по дорогам общего пользования всего лишь за час-двадцать уже в Афродисиасе с удобством и комфортом, или же можно вообще поехать по удивительно живописнейшим местам, вот по этой вот извилистой, ну, достаточно долгой дороге, но она настолько живописная эта дорога, что это стоит времени потраченного. И вот здесь, конечно, проявляется очевидный плюс аренды автомобиля. Так что, друзья, можно даже, ну, как бы не скупиться на самом деле на потраченные деньги на автомобиль. Это того стоит, это запомнится на долгие годы. Отель. После посещения Афродисиаса мы возвращаемся в Денизли. Денизли находится не в самом Памуккале, 16 километров до Памуккале. Кстати, между Памуккале и Денизли также входят вот эти вот маршрутки до Лнуши. Вот. Значит, отель ищем в Денизли, а не в Памуккале. Нам будет проще на следующий день добраться до следующего пункта. Смотрим 34 евро, 20, 32, 27, 32. Проблем не должно быть. Ставим в районе 30 евро среднюю стоимость. Ежедневные траты также оставляем 45 евро. И получаем уже итоговую сумму. Вариант с арендой автомобиля у нас получается 97 евро. 78 евро. Вариант с междугородним автобусом. Всего у нас получается с арендой автомобиля за 9 суток 1185 евро. Вариант с междугородним автобусом 870 евро. Впереди нас ждут десятые сутки. Очень интересные. Всем пока.